Всем добрый день. Сегодня у нас походят осмотрения обращения некоторых жителей Отецкого района Министерства здравоохранения по вопросам финансирования медицинской помощи. В составе председатель комиссии Гридюшко Михаил Антонович, заместитель начальника Главного управления здравоохранения Бургельского госполкона Павлю Тамара Александровна, заведующий сектором экономического анализа и развития управления здравоохранения Рубанова Ольга Евгеньевна, главный специалист отдела оказания медицинской помощи управления здравоохранения Якушенко Александрович, ведущий специалист сектора здравоохранения. Технического обеспечения организации здравоохранения и Банная Ольга Вячеславовна, заведующая подстанцией Государственного учреждения здравоохранения Бургельская городская станция скорой медицинской помощи. Предоставляем слово Гридюшко Михаил Антонович. Дорогие жители и граждане Октябрьского района, города Октябрьское, сегодня комиссии приехали рассмотреть обращение, которое поступило в адрес Министерства здравоохранения. Возможно ответить на те научные вопросы, которые сегодня есть в системе здравоохранения. Я не выдвигаю себя кандидата и депутата, я не прошу вас поддержать меня как кандидата в депутаты. Я просто приехал с вами поговорить о тех насущных проблемах, которые на сегодняшний день волнуют. Скажу прежде всего, что здравоохранение, система здравоохранения финансируется из бюджета. Правительством разработаны и утверждены социальные стандарты, которые внедрены по всей республике. Они едины для всех жителей нашей страны и в том числе для Октябрьска и Октябрьского района. Все социальные стандарты, которые выполняют здравоохранение, и их более шести, они в Октябрьском районе, я имею в виду, оказание медицинской помощи, они выполняются в полном объеме. Это обеспеченность и машинами скорой медицинской помощи, и количеством врачей общей практики на тысячу населения, врачей-педиатров, врачей-участковых терапевтов, аптек и так далее, и так далее. На сегодняшний день из бюджета финансирование распределяется на каждого жителя Республики Беларусь. Из этого расчета формируется бюджет области, района и каждого отдельного учреждения. Все необходимые, еще раз подчеркиваю, социальные стандарты выполняются в полном объеме. Что касается вопросов, которые поднимались в обращении по поводу закупки скорой медицинской помощи. На сегодняшний день идет плановая замена и выделены денежные средства, которые выделены с района. Идет закупка скорой медицинской помощи, объявлен электронный аукцион порядка 96 тысяч, выделен на закупку этого автомобиля. Там возникали вопросы вначале класс А автомобиль или класс Б или класс С. Существует на сегодняшний день технологический регламент, по которому определяется классность автомобиля. Я просто несу некоторую ясность. Класс А это автомобиль, который предназначен для перевозки, транспортировки пациента. Он практически, это пустой автомобиль. Автомобиль класса Б это автомобиль, которым возможность подключения уже медицинского оборудования для оказания медицинской помощи. Автомобили класса Б, как правило, оснащаются врачебными или фейшерскими бригадами, где оказывается медицинская помощь и в процессе транспортировки производят мониторирование. И класс автомобиля класс С это реанимобили, так называемые, для оказания специализированной помощи логическими бригадами. Поэтому для вашего учреждения планируется закупка достаточно современного хорошего автомобиля. Что касается второго вопроса по развитию здравоохранения малых городов, действительно на сегодняшний день выстроена четкая система оказания медицинской помощи. Район Октябрьский, я достаточно серьезно ознакомился с расположением этого района, отдаленностью или протяженностью некоторых деревень, некоторых так называемых агрогородков, которые удалены, на удивление, до более 40 километров. Выстроена четкая система 2 АОПа, 2,11 ФАПов на сегодняшний день и плюс работает районная больница, работает районная поликлиника, которая обслуживает это население. Население города порядка 6,5 тысяч, население района тоже порядка 6,5 тысяч. Поэтому мы сегодня обошли все отделения, поговорили со всеми пациентами. Здесь очень много присутствует пациентов. И, конечно, хотелось бы им задать вопрос. Уважаемые пациенты, которые находятся на стационарном лечении, какие есть у вас вопросы? Как вы видите на сегодняшний день, качественная ли оказывается медицинская помощь, уважительное ли к вам отношение медицинских работников? Если можно, пожалуйста, кто-нибудь может стать озвучить? Пожалуйста, вот вы, наверное, хотели, да? Здравствуйте. Я думаю, что многие меня знают. Вот как раз мой ученик меня и снимает. Знаете, как говорят в народе, когда учителя спустя несколько лет вспоминают ученики хорошо, значит, ты был хорошим учителем. То же самое врача. Если он полечит хорошо больного, то больной вслед всегда будет говорить добрые слова и всегда, брат, храни его Бог. Поэтому, конечно, у нас в больнице есть много прекрасных врачей. Я хочу, вот я к вам уже обращалась, то есть, когда мы говорили это самое с вами в палате, и прекрасно помнит меня Владимир Вячеславович, мое выступление в лице. И помните, по поводу больницы, о которой я говорила. Конечно, плохо, что мы не удержали своего хирурга. Это замечательный был Лимтигов, который сегодня наш район страдает, потому что не имеет своего хирурга. Вы знаете, у нас работал гинеколог юноша Михаил Сергеевич, если меня еще память, тоже замечательный. Сергей Михайлович, это самое. Понимаете, я ничего не могу сегодня сказать про гинеколога, но когда гинеколог сам смотрит УЗИ, не кто-то другой, а как это и бывает, настоящий гинеколог, это результативность намного лучше, чем просто мы пришли на УЗИ. Это жизнь доказывает. Дальше, еще. Да, вы сказали, что наш район отдаленный сейчас, вот, собственно говоря, с приходом Евгения Юрьевича, да, стали чаще приезжать у нас выездные. И я хочу отметить его стремление, как бы там может тут и врачи, и кто-то согласится, не согласится. Но человек стремится и старается что-то делать для нашей больницы. Но как и мы, я еще раз повторюсь, верну свои профессии, приезжают молодые, мы учимся всегда у кого-то, да, по старшему поколению. И если оно отзывчивое, мы очень много чему учимся и дальше идем, следуем ихними путями. То же самое, по-моему, и он. Надо, чтобы еще и было понимание, но и поддержка ваша, я сказала областного, и нашего высшестоящего руководства, Владимира Вячеславовича. Помните, я эти вопросы поднимала. Что я еще хочу сказать, да, наш район отдаленный, и если нам ездят на МРТ и так далее, другие, это все очень тяжело. А сегодня, я вот так получилась по жизни, что это самое. И вот это отъезды и приезды на МРТ, это тоже очень тяжело людям. А сегодня наш район не молодеет, а больше как-то. Поэтому хотелось бы, может быть, какие-то аппаратуры для того, чтобы здесь на местах немножко люди проходили МРТ и не ездили. Куда-то, потому что это далеко. Давайте я попробую ответить на ваш вопрос. На сегодняшний день ваше учреждение здравоохранения оснащено достаточно очень неплохо. Я прошелся, посмотрел, и имеется в наличии три УЗИ-аппарата, четыре рентген-кабинета, хорошая физиотерапия, хорошая клинико-диагностическая лаборатория с ее возможностями. Тот объем, необходимый для оказания первичной медицинской помощи, здесь в достаточном количестве всего. Что касается оказания специализированной высокотехнологичной помощи, естественно, у нас это замыкается по структуре на областных учреждениях. И если посмотреть, у нас всего в области четыре аппарата МРТ, которые, в принципе, работают достаточно интенсивно и работают в семь раз в неделю и практически в две, а то порой некоторые и в три смены. Я думаю, что и доступность для данного исследования для жителей Октябрьского района имеется. Что касается дальнейшего развития, дальше развиваются уже межрайонные центры, крупные межрайонные центры, где также оказывается специализированная помощь, такие как Мозырь, Жлобин, Светлогоцк, которые на себя берут уже более отдаленные малые районы. Ведь район в 13 тысяч, это достаточно небольшой район, понимаете, небольшой район. И расчет идет на сегодняшний день на одного жителя, да, и койками, и врачебными кадрами. И я глубоко убежден, что на сегодняшний день есть все возможности в Октябрьском районе оказывать первичную медицинскую помощь на должном уровне. Что старается и делает руководитель учреждения. Поэтому его нужно в этом вопросе поддерживать. Вот я еще, конечно, хотел спросить. Я сегодня проходил по всем отделениям, заходил в каждую палату, интересовался, как отношение медицинских работников, насколько оно уважительно к нам, какое качество лечения. И я не услышал ни одного какого-то отрицательного отзыва в адрес медицинских работников. Честно, да, мне это было очень приятно. Есть вопросы, которые мы видим, да, которые нужно решать. Мы их не уходим, мы их решаем, мы их замечаем, мы совместно принимаем решение. И, естественно, первостепенно выделяются и денежные средства, в том числе и на укрепление материально-технической базы. На сегодняшний день им выделено и должен провестись ремонт пищеблока более 100 тысяч рублей. Это тоже немалые деньги, если посмотреть. Понимаете, каждый год идут какие-то капиталовложения. И сказать, что Октябрьский район обижен и он не развивается, это неправильно. Это неправильно. Поэтому я еще, может быть, кто-то хочет высказать свое мнение. Пожалуйста. Я еще просто, потому что неизвестно когда. Значит, я и здесь обращаюсь и к Евгению Юрьевичу. Это просто бывает в городских больницах. И это обращаюсь, конечно, к нашим врачам. Если там, скажем, терапевтическое деление, да, то там несколько, вообще у нас несколько терапевтов. И если какие-то проблемы у больного, я вот наблюдала, что собирается не один там терапевт там и так далее, а несколько, пообсуждает. Вот внесут какое-то предложение и выберут правильное лечение. Потом у неврологи у нас, чтобы не было так, что у нас один улез, а другой у болота. Один там скажет, что занадто умный, а второй только недавно пришелший и все остальное. Поэтому вот еще бы хотелось это внимание, чтобы у нас работали воедино. И тогда, я думаю, что все в районе будет хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Ну, мне, конечно, хотелось бы сказать, что вы понимаете, в сутки приходят молодые специалисты. И в том числе и население должно поддержать своим уважением, своим отношением. Они должны почувствовать, что они действительно люди, которые святой профессии, которые должны заниматься и лечить и тело, и душу, и приходить к вам на помощь. Ну, а с вашей стороны, конечно, должна быть обязательно поддержка. Особенно молодым специалистам. Им нужно совершенствоваться, и в том числе прикладывать все усилия, чтобы они закреплялись на рабочих местах. Максимально, максимально. Это мы вопросы обговаривали и с Миром Вячеславовичем, и с Евгением Юрьевичем. Что основная задача, что мы должны в нашем направлении, то, что закрепить это молодых специалистов. И после сегодняшней встречи я буду с ними тоже встречаться, буду выслушивать их проблемы, потому что проблемы есть, и проблемные вопросы мы обсуждаем, и как с населением, и проблемные вопросы мы обсуждаем, так и с медицинским персоналом. Чтобы выстроить четкую единую систему в нашей работе. Я еще прошу прощения. Я когда-то подумала к вопросу, что сказал Владимир Вячеславович, меня просит, о том, что для того, чтобы у нас молодежь оставалась, и наш район действительно по медобслуживанию был не в конце, а в начале, это выделение жилья для наших молодых. Тогда они и останутся. И им поддержка, и они будут работать, и будут лечить нас, людей. И это будет классно. Все-таки я приводила вам пример, когда отдали один дом алкоголичке, и который сегодня тот дом, простите, загадили, и все остальное, так лучше бы дали двум семьям медиков. Это был бы результат. I'm sorry, простите. Можно я скажу по этому поводу? Я столкнулась сейчас с проблемой, мама у меня заболела. Так. Хирург нужен, да? Но хирурги у нас чудесные приезжают. Хорошие хирурги, умные хирурги. Вот с мая месяца мою маму лечила девушка с Гомеля. И мы как-то так, шутя, она очень умная девушка, говорим. Кстати, наш терапевт вначале диагноз неправильный поставил, да, мы неделю лечились не то, что надо. Потом, когда уже другой терапевт приехал, поставила нормальный диагноз, мы начали искать хирурга, которому попасть на прием ужасно. Надо талончик записаться как-то, очень тяжело. Со старым человеком пожилым к хирурги надо мне ездить, конечно, это еще терапевта можно вызвать, но и ладно. Но про то, что... Ну, я приехала чудесный хирург, и сейчас у нас чудесный хирург. Они специалисты хорошие, но они, да, они не хотят здесь оставаться, потому что... Я шутя, так говорю, оставайтесь у нас. Она говорит, с удовольствием, полный социальный пакет. Где у нас... Да, у нас нету им жилья. У нас наша местная власть не думает про жилья, ни о чем не думает, понимаете? Сам главврач... Сейчас, минуточку, дайте я говорю до конца. Главврач старается, да. Видно, что человек молодой приехал, такой энтузиазм у него есть, он старается, к нам приезжают часто врачи, эти хирурги меняются. Но для того, чтобы они здесь остались, нужно им, в первую очередь, жилье. У нас вот, кстати, с подарки Елисеев стоит за домом быта, дом доволя такой есть. Он находится в районной коммунальной собственности. Кому этот дом, берегу Жоти? Там можно было заселить туда кучу молодых специалистов. Или общежитие сделать. Или как-то хотя бы две семьи туда поселить, на подселении. Вот так вот. Там прекрасный дом. Кому? Следующему Елисееву? Ну кому этот дом? Он 10 лет этот дом простаивает. Кому этот дом вы бережете? И, а вот еще, знаете, еще чуть-чуть вот отступление. Я тоже, опять же, все местная власть. Они вот сидят и ждут, когда вот что-то вот взорвется. Я работала, занималась ветераном Великой Отечественной войны. Я ездила им часто, вручала медали, вручала, ну навещали, обычно это всегда делается каким-то юбилейным датам, День Победы, и все. Дальше про них тоже никто не помнит. Но я видела, как эти люди доживают. Я видела, как они, эти люди доживают, в какой грязи, в какой ужасных условиях. Это если бы наши местные власти или вообще власти лет 20 назад хотя бы спохватились в этих несчастных районных центрах, построили какие-то малосемейки и заселили туда этих ветеранов, они бы со временем, господи, прости ему, жизнь наша такая, что мы все равно все уйдем туда, да, и оставались бы какие-то, умирали, оставались бы это социальное жилье, чтобы предоставлять, вот приехали учителя, приехали, это вопрос, даже не ваш, это вопрос общей нашей, беды нашего всего государства. Его должны, конечно, решать депутаты, которые тоже ничего не делают, и все, вот поэтому... Мы обозначили определенную с вами проблему, мы ее обсуждаем, мы обсуждаем ее на всех уровнях, и в том числе с местной исполнительной властью. На сегодняшний день, молодым специалистам в прошлом году, четверо молодых врачей были заселены в новый дом. Вы об этом знаете? Вы об этом знаете? Вы послушайте дальше. Дом доволя, мы не бережем, дом доволя заселяются молодые специалисты образования, они тоже нуждаются в жилье. Что касается дальше строится дом, без пенсии врачей. Там тоже половина жилья уходит многодетным сельям из 40 квартир, половина арендного жилья, в котором также будут предоставлены квартиры для врачей. Послушайте, мы обсуждаем то, что есть на сегодняшний момент. Мы обсуждаем то, что было вчера, позавчера мы не будем трогать. Мы смотрим сегодняшнюю ситуацию и пытаемся выработать какие-то общие конструктивные предложения. Так вот, это одно из наших общих конструктивных предложений, что да, действительно, чтобы закрепить молодые кадры, нужно стараться предлагать им жилье. То, что сегодня делает и будет делать власть района в обязательном порядке. В обязательном порядке. И на следующий год запланировано приезд двух врачей-хирургов, молодых специалистов. Они будут. И помощь вам оказывается в полном объеме. У вас есть и офтальмолог, и лоб, и эндокринолог, и даже ФДДС делают. Я еще раз говорю, что если взять городские поликлиники города Гомеля, вы даже в определенном приоритете находитесь. Нельзя сказать, что у вас как бы хуже, чем у других. У вас достаточно на хорошем уровне. Уважаемые жители, есть еще вопросы, предложения, кто-то может еще что-то сказать по сегодняшнему дню. Вы же с вами вот да, Так сложилось, что моя сестра на Диалис ездит. У нас района 4 человека ездят в Светлогорск на Диалис. Диалис это тот, кто не понимает, ездят люди через стену, тот, кто не понимает из-под существующих. Обратите внимание, пожалуйста, на какой машине их туда возят. Печка не выключается. Люди, это все инвалиды первой группы, которые правда, там люди и молодые, и пожилые, но они и так несчастны, это инвалиды первой группы. И на какой машине их туда довозят, и это через день. Можно выяснить в первом году. Изначально у нас было два диализных пациента, которые мы возили с района и несколько лет назад была приобретена машина непосредственно для транспортировки диализных пациентов в Светлогорскую ЦРБ. Но, к сожалению, добавилось у нас количество пациентов, нуждающихся в гемодиализе. Соответственно, та машина, которая могла перевозить этих пациентов, уже просто-напросто не позволяет перевозить сетку. Мы выделили наше курс-факе, но сейчас он находится на ремонте. Поэтому я понимаю, что эта проблема существует, но мы эту проблему будем решать. сетку. А как ваша фамилия? Моя фамилия рукой. Нет, с вами как бы связаться, чтобы в принципе был какой-то контакт и решился не решился этот вопрос. сестра узнобала, я не знаю. Давайте так, вы услышали с первого пуска руководителя учреждения. Если какие-то вопросы возникнут, что эта ситуация не разрешена, разрешаю напрямую позвонить в управление у меня Гридушка Николаевна. Спасибо. Еще вот вы, пожалуйста, вы с вами сегодня общались. Пожалуйста, как вы оцениваете оказание вашей медицинской помощи, отношения медперсонала? Меня все нравится. Врач отличный, отношения к персоналу отличные. А с вами вы откуда? Тяпска. Именно с самого аккаунта, да? Да. Есть какие-то замечания, предложения? Да, не против. Не стесняйтесь, говорите, как есть. У нас сегодня просто с вами диалог, да, мы хотим услышать, может быть, что-то действительно нужно подправить, изменить. Вот было одно как бы предложение, мы его возьмем на заметку и рассмотрим. О, можно я еще скажу? У меня есть предложение. Вот у меня двое детей, и сейчас медкомиссия детям, да, раньше она была как-то в школах, детей действительно смотрели, теперь это все голубым по Европам, там, допустим, мой ребенок доучился до 9 класса, тут у нее сказали и сколиозы, и плоскостопие, там, неизвестно в какой степени, но мы же ходили, мы же все время и я с этими детьми, могут как-то повнимательнее или может быть как-то в школах это организовать, ну, не так вот, ну, медкомиссия какая-то для детей никакая, конечно. Это вопрос рабочего порядка, который мы должны слышать всех жителей и людей решать все проблемы. и детям очень надо, чтобы не упустить эти сколиозы, он нам очень надо, и детям нам очень, и когда нас уже отправляют, уже то корсеты носить, а то стильки уже не помогут, и что так сложилось, что у меня двое детей с адской, но нас отправляют едти на консультацию, но это же тоже не наездишься, в город, допустим, раз в полгода мне надо с этими детьми, вот если, ну, так как надо ездить, конечно, я не езжу раз в полгода, у меня нету такой возможности, может быть, как-то вот этот аллерголог бы сам бы приезжал какой-то конкретный вот день, чтобы мы, родители, знали, что вот приезжает аллерголог к нам, и вот решить вот эти вот вопросы, потому что, конечно, раз в полгода есть, не каждая мама может... Я думаю, то, что вы сейчас озвучили, будет это на командаш с руководителем и обязательно проработано. Уважаемые граждане, есть еще по коке. Скажите, что вы думаете, ну, на сегодняшний день, пожалуйста, вы, может быть, вы, кто там находится? Улья, не стесняйтесь, вы говорите своим врачам, своим лечащим врачам, медицинскому персоналу, который вас лечит, который вас обслуживает сегодня. Есть какие-то возражения лечащим врачам, что у вас? Ничего, вы на меня не смотрите. Можно я то, что дам? Нет, пожалуйста. Мне просто неудобно к людям спинуться. Вы можете к ним повернуться. Так, ничего. Значит, здрасте всем. Я очень рада, что ваша активность и ваше неравнодушие все-таки обратило внимание вышестоящего начальства на наш район, потому что некоторые сегодня только очень близко познакомились с удаленностью нашего района и с его расположениями. И оказывается, у нас даже некоторые деревни 40 километров от Октябрь. 42. Да, Я очень рада, что вы это теперь знаете. И хотел бы вообще вернуть русло в наш разговор, в русло того обращения, которое было направлено. Хорошо. Сколько здесь присутствует из тех, кто написал это обращение? Ну, вообще, кроме вас. Что вы где-то? Ну, нет, я просто спрашиваю. Во-первых, обзвоном занимались. Есть присутствующие? Что такое? Есть кто-то присутствует? Нет, я просто спрашиваю. Почему вы у меня спрашиваете? Я люди не собирала, обзвон делал кто-то, а меня, например, опять не пригласили. Да, вас не пригласили. Меня не пригласили. Ну, пожалуйста. Ну, так вот, пожалуйста, то есть. Лично я звонила Андрею Владимировичу, который сказал, я буду вместе с женой Ольной. Было? Было? Было. Вопросы. Так жену не приглашали, я сказал, что жену возьму. И с женой. Не, 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 женой не приглашали, ладно, не будем про это. Да, это все глупость. Просто факт в том, что меня второй раз не позвали. Значит, вопрос, я бы хотела, чтобы вы зачитали коллективное обращение, под которым было подписано почти 100 подписей. А у вас его с тобой нету? Телефон не есть. На пейте, существует. Смотрите, фамилии, кто с вами там. Вообще, фамилии, вы знаете, это не перепись населения, и мы же можем... Если коллективное. Коллективное. Люди, во-первых, сдавали подписи, те, которые просто шли по улице, и те, которые были не против. Это не заготовленный какой-то, я не знаю, процесс. Я стояла в пикете, там был текст предложения. Люди, когда его читают, они либо соглашаются, либо не соглашаются. Это абсолютно добровольный момент. И кто подписался, мы собрали достаточно быстро подписи по этому обращению. Зачитай. Беларусь, социальное государство, но нормативы минимальных социальных государственных гарантий рассчитываются, исходя из количества проживающего населения на территории района, что лишает жителей небольших городов и городских поселков и деревень рядом с ними возможности получения полноценной медицинской помощи. Именно из-за действующего количественного расчета распределения ресурсов мы, жители Октябрьского района, так же, как и жители других удаленных от крупных городов населенных пунктов, не имеем права на необходимый нам автомобиль скорой медицинской помощи класса С. Несмотря на то, что пациентов, проживающих в глубинке, часто приходится транспортировать в областные больницы, проблема заключается в том, что менее 50 тысяч граждан Республики Беларусь, проживающих на административно-территориальном участке, автоматически лишаются экстренной помощи при авариях, отравлениях, сердечных приступах, других острых заболеваниях, в том числе заболеваниях детей. Обращаю ваше внимание, что миссия стратегии развития здравоохранения Республики Беларусь до 2020 года предполагает существенное повышение уровня обеспеченности населения услугами здравоохранения, улучшение качества медицинской помощи, а третий этап этой стратегии предполагает создание эффективной белорусской модели здравоохранения, укрепление ее потенциала для обеспечения каждого гражданина доступной и качественной медицинской помощью. Мы, жители Октябрьского района, требуем пересмотра принципа распределения материальных ресурсов в сфере здравоохранения и перехода от учета количества населения на административно-территориальном участке к учету удаленности населенного пункта от крупных городов и областных центров, где расположены больницы, с полноценным спектром медицинской помощи. Мы уверены, что изменение подхода к обеспечению населения минимальными гарантиями региона станет одним из факторов развития малых городов. Такое было обращение. Вот. Значит, во-первых, вот вы говорите, что у нас всего достаточно, существуют нормативы, но еще существуют люди в этих нормативах. И вот смотрите, если мы рассматриваем все-таки тот вопрос, который был озвучен по скорой помощи, из чего все началось, я еще раз объясню, что вся эта затея родилась не на пустом месте. На нашей работе наш Драпезо Александр Алексеевич умер в своем кабинете, к нему не приехала скорая, точнее, приехала констатировать смерть. Это случай, который, в принципе, мог быть разрешен коагулянтами, но этого не случилось. И меня впечатлила та машина, которая приехала. То есть, это перекошенный лежак УАЗа, ну, в котором больше ничего нет. И один фельдшер, который тоже ничего, в принципе, не может сделать. Я хочу ваше акцентировать внимание, вы тут начинаете разворачивать вопросы депутатства, еще что-то. Во-первых, закон не запрещен. Это раз. Во-вторых, понимаете, я не хочу, чтобы это была война. Во-первых, я думала, что первое обращение, которое было направлено в обл. стран, я думаю, что это нормально, то есть люди попросили, это можно рассмотреть, но нет, началась идеологическая война. О том, как мне это все надо, как я тут вся одна наживаюсь и всем вам делаю плохо. И, значит, меня интересует тот момент, что, вот вы же, врачи, вы же знаете, что для применения конкретного класса скорой помощи существуют конкретные показания. А класс выезжает на несложный случай, который не требует быстрого вмешательства. Б класс выезжает по своим, и С класс выезжает по конкретным случаям. Они зависят от того, сколько людей живет. Так если мы в Октябрьском родились, то получается, что в городе могут человека спасти, а здесь нам только можно на высшие силы уповать. Так вот, меня интересует вот этот момент. Как можно соединить нормативы, которые уже сейчас есть, и как можно соединить показания к использованию медицинской помощи, и почему мы этого не достойны. И как вы прокомментируете вот этот третий раздел стандарта, который гарантирует качественное повышение и доступность для каждого. Можно я спрашиваю? У нас по вопросу... Позвольте, пожалуйста, сказать и с вами поспорить о части. В общем, я тоже, наверное, выйду, чтобы всем было понятно. Подождите, подождите, если у вас нет вопросов... Дело в том, что по поводу классности машины... Я думаю, что наверняка не все знают, что есть автомобили класса А, класса В и класса С. Подмены понятий нам не надо. Действительно, класс А автомобиля предназначен только если транспортировки пациентов не в экстренном состоянии в сопровождении медработников. Да. Класс Б предназначен для работы врачебной или фельдшерской бригадой. Казание экстренной и скорой неотломощи замечу бригадами реанимации и бригадами интенсивной терапии. По штатным нормативам на ваш населенный пункт как бы предусмотрено наличие двух фельдшерских бригад. Чтобы вы не боялись и не сомневались, у меня есть оснащение медоборудования, то, которое зафиксировано в реанимобилях и имеет стационарное положение на стойках, на перегородках, это оснащение. Есть и у бригад фельдшерских, которые работают и обслуживают население Октябрьского района и городского поселка Октябрьский. Это есть. Или и кардиограф. Но если вы прорабатываете проблему, то я думаю, логично тогда интересоваться всей проблемой обольно и рассматривать ее со всех сторон. Я вам просто перечислю, чтобы вы знали и не паниковали по этому поводу. Электрокардиографы есть, дефибриллятор есть, аппарат искусственной вентиляции легких есть, пульсооксиметр есть, ингалятор лекарственных веществ на блазе есть, глюкометр есть. То есть все необходимое для оказания экстренной помощи, будто она случится, какая-то смерть, условно, да, чего мы боимся, смерти. Вот, где бы она ни случилась, эта аппаратура переносная, единственное различие, что она не фиксируется к стенке. И все, аппаратуру персонал берет и переносит ее, и на вызов, и так как она находится в салоне автомобиля, она и в общем-то и может быть использована, если упаси Бог, такие ситуации возникают. По поводу того, что вы рассказывали по необходимости реанимационных мероприятий. Реанимационные мероприятия бригадами скорой помощи вашего района и городского поселка с 2014 года проводились действительно и в общем-то данные эти есть, но в 2014 году была одна реанимационная попытка, в 2015 году две, в 2016 две, в 2017 их не было, в 2018 было две, за 8 месяцев 2019 года была одна. То есть, наверное, имеет смысл нет, еще и целесообразность содержания этой реанимационной бригады для того, чтобы в течение всего года провести одну реанимационную попытку. Узкие специалисты есть, время доезда до организации здравоохранения, я сегодня просмотрела азимуты, это программа свежения за автомобилями скорой помощи, и временные промежутки, которые предусмотрены 110-м постановлением по организации службы скорой помощи, они все выполняются. По времени доезда в 15 минут в пределах города, 30 минут в иные населенные пункты. Я сама лично сегодня открывала, не надо только вот такие, какие-то возгласы и комментарии, я отвечаю за то, за то, что я сегодня сама лично просмотрела и то, что я действительно ставила на контроль. Поэтому по поводу транспортировок сложных пациентов за 8 месяцев 2019 года перевезли пациентов по медпоказаниям 9 смертей или каких-то вот все пациенты транспортированы своевременно, медицинская помощь оказана в полном объеме. Смертей при транспортировках не было. Если необходимо какая-то дополнительная специализированная помощь или сопровождение какого-то узкого специалиста, реаниматолога, чаще всего, чего мы боимся, то тогда таковые специалисты выделяются и следуют совместно с бригадой для транспортировки пациентов в то или иное лечебное учреждение. У меня все. Прошу, прошу, я добавлю, я не хочу с вами согласиться, потому что сколько раз я вызывала скорую, то честное слово, я даже Мазур, Людмила, кто мне напомнился, Иосифна, какая она умничка, какая она молодец, как она оказывает помощь. Она где-то была у меня в доме минут 15, пока она не привела меня в хорошее состояние. Потом Бениш Сергей, тоже молодец, и насколько он грамотный, оказывает помощь. Поэтому я не знаю, откуда у вас источники, но я бы не сказала, что у нас так плохо уже по оказанию скорой помощи. Вы меня простите. вообще к врачам абсолютно нет никаких претензий. То, что вопрос задается о том, что хорошие ли отношения или еще что-то. Отношения прекрасные, мы всегда получаем ту помощь, которая положена, и тут все хорошо. Но тут вообще вопрос стоит о том, что и врачам сложно работать в условиях, когда они ограничены в лекарствах, они ограничены в... Хорошо, они есть. Давайте спросим у врачей, ограничены ли в лекарствах или нет. Пожалуйста, есть кто-то представитель? Лекарств у нас достаточно. Можно пригласить специалисту в скорость достаточного лекарства, достаточно оборудования, шприцы, системы, все это есть и доставляется это все. То есть лекарственное обеспечение у нас полного блюда согласно всем лечения препарата у нас есть достаточный запас лекарственных препаратов, имеются дорогостоящие инфортные препараты в полном объеме. Поэтому по лекарственному обеспечению у нас проблем нет. А что по скорой? По скорой помощи я хотела еще тоже сказать, я сама лично открывала сумки укладки, смотрела запасы лекарственных средств, все согласно табель оснащения, который утвержден Министерством здравоохранения. Да, у меня влажно и влажно все же прописано и влажно и влажно все это есть в наличии. На медикаменте деньги выделяются. 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 Никаких вопросов. Абсолютно. Хорошо. Есть еще вопросы какие-то? Если нет вопросов, то я думаю, что есть смысл закончить нашу бесконференцию и приступить к обсуждению следующих вопросов. А итог у нас какой путь? Вы же сами слышали, видели. Были представители здравоохранения, представители населения ГП Октябрьский и Октябрьского района, которые выражают свое удовлетворение оказанием медицинской помощи на всех уровнях. или этого недостаточно для того, чтобы конечно вам огромное спасибо отдельно заявить, но за то, что мы в принципе можем сегодня это донести не только для всех присутствующих в этом зале, но и для тех, кто в принципе нас сегодня смотрит 107 человек подключились, которые также активно смотрят и обсуждают эти вопросы. Если провести обследование, а перед нашим приездом мы просили провести в обязательном порядке анкетирование, то вы просто были бы шокированы и удивлены насколько люди удовлетворены тем отношением, какое оказывает медицинская работа. Про отношения никаких вопросов нет. И насколько грамотно оказывается медицинская помощь в соответствии с протоколом лечения. Вот и здесь, вот понимаете, я никого специально не приглашал, я здесь прошел все подделения, попросил придите, сегодня будет просто обсуждение может быть проблемных вопросов здравоохранения. Да, пациенты это озвучили. Ну вот каждому подойдите и спросите, кто-то с района приехал, кто-то может быть с самого Октябрьского. Просто придите, скажите свое слово. Ну какое грамотно оказание помощи, если у человека красные пальцы, я не специалист, я понимаю, что это атеросклероз начинается. У меня, у меня, Ему говорят, что это роза. Вы знаете, откуда роза начинается? С голени, ну не спайте. Если это у вас, вы это с вами конкретно. Я не хочу больше, я говорю, что надо, нет, надо, нам хирург нужен здесь. Без хирурга ничего не будет. А то что толку, он приехал, уехал, приехал, уехал, запишитесь к нему на прием. По телефону нельзя, мне надо садиться с конца города, ехать утром в 7 часов, брать талончик. Вот я в пятницу приехала, талонов нету. Я вижу, что я на выходные не могу оставаться. Так может быть, хотя бы по телефону можно как-то записаться. Уже мне не надо, я уже лечусь. Но, увы, но это же каждый человек так сталкивается. Передо мной стояла куча людей, талонов к хирургу нету. Все. А к хирургу у нас, вот только посмотрите, какие пробки. У нас единственное, это хирург, да, и невролог может быть. И у нас все прекрасно. Мы делаем сейчас вывод, что у нас все прекрасно. Все, и нечего, Ольга, тут было фыркаться, и нечего было возникать. Не прекрасно у нас. Если, я говорю, что врачи чудесные, врачи чудесные, но к хирургу попасть невозможно. Мы вам сегодня только что обознали, и только что рассказали, какой этап, как решается эта проблема, как она будет решаться. Мы вас услышали, мы вас услышали. А с вашими пальцами давайте отдельно разберемся. С вашими пальцами, ладно, дело не в том, два человека за год умерло, подумаешь, а если бы это ваши родители казались этими двумя человеками, или ваши родственники этими двумя умершими человеками в год, ваша статистика страшная. Так нельзя пределать. То есть вопрос такой стоит, да, и вы слышали, и у нас все хорошо. То, как у нас считается, подождите одну секунду, то, как у нас считается. Уважаемые вопросы, уважаемые граждане, украинские какие-то вопросы. Если нет вопросов, то, я думаю, есть смысл закончить совещание, обсуждение и приступить к второй части. Я сегодня обещал, в том числе, с вновь прибывшими молодыми специалистами обсудить с ними какие-то проблемы и перспективы. Поэтому всем спасибо за внимание. Очень интересно. Говори, Голи, говори. Я бы хотела еще прокомментировать вопрос бедности нашего населения в деревнях. Никто тебя слушать не хочет. Слышать. Никто никого не хочет слушать. Они приехали для галочки. Спасибо вам. Хороший год. У меня все хорошо. Не надо ни с кем разбираться. Все хорошо. Не надо ни с кем разбираться. Мне все хорошо. Что столько я выучилась, что положить человека в больницу. Я две недели мучилась. Так что положить человека в больницу. Все прекрасно. Но когда этот человек делает встречание, что все прекрасно у нас, не очень прекрасно. Вы стараетесь. Спасибо вам большое. Но когда вот это мы сейчас уже все расставили, что переезжайте к нам жить в Альбасе. Это наши прекрасные люди. Спасибо. Не верите. Переезжайте к нам жить. Обязательно. 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 Не живет они. Все. Все. Спасибо вам. Не, ну я... Не, ну я... Не, ну я... Отдышите. Там все. И вы все там куриваете. Короче, друзья. Друзья, короче, все у нас хорошо. Проблемы надуманы. Медикаментов хватает. Людей умирает мало. Мало умирает людей. Недостаточно. Недостаточно, чтобы принять какие-то меры для качественного... Как там написано у нас, президент говорил, для качественного рывка в медицинском обслуживании. И вот этот человек забыл, как его зовут. Он не хочет, конечно, уже устраивать здесь, как ему кажется, предвыборную кампанию для Оли Паула, потому что нас называются депутатами. Что к чему? Что при чем? В общем... В общем, ну, не знаю. Рукайся еще раз. Размущайся. Размущайся. Не смерти, сколько умирают, мало. Я отзвучила вопрос к проведению реанимационных мероприятий. А вот этот момент я хотела прокомментировать. Реанимобиль. Подождите. Вы, наверное, меня не поняли. Я поняла прекрасно. Вы посчитали те случаи, когда машина понадобилась, она приехала и увезла. Это я все понимаю. Мы это слышали еще в прошлый раз. Когда проводили реанимационных мероприятий. Можно прокомментировать? Вот, да, посмотрите. Вы считаете, что это те успешные случаи, которые... Подождите. Те, которые завершились приездом скорой, там это еще заняло какое-то время в согласовании, пока она приехала. Но есть случаи экстренные. 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 Как я забываю. Ну, смотрите, как может... Экстренное... Подождите. Вы не путайте. Экстренное состояние это состояние пациента, которое в течение неоказания при условии неоказания помощи в течение нескольких минут до часа может привести к гибели пациента. Это есть экстренное состояние. Все экстренные... Все экстренные... Все экстренные записываются в ухе езды. Придал. И что... Если... А что вы хотите сравнить с переданным националом? Да, да. Я вам это озвучу. А почему когда... Заберите лажу... Я не могу сказать тот случай, прокомментировать, я его не могу. Я могу... Я не знаю, на самом деле. Я подняла статистику, подняла карты вызовов, посмотрела сумки, посмотрела программу, которая именно вот отражает истинное состояние, истинная необходимость проведения реанимационных мероприятий. Передергивать, пожалуйста, информацию не надо. Я вижу совсем другие картины. Я вижу... В одном, что написано в картах, в статистике, да, есть конкретные живые люди, которые... Есть ли действительно реанимационные мероприятия, они оказываются. Это другой... Это не смерть, это не проведение реанимационных мероприятий. Ну, понятно. Ну, как бы. Тут, конечно, все по закону у нас постоянно, да, а людей, собственно, умирает, значит, умирает, значит, судьба. Вы ведете вопрос реанимобиля. А я задыхаюсь. Я веду вопрос... Я веду вопрос... Почитайте, обращение. Какой вопрос я веду. Какая разница между... Какая... Нет, 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 прочитайте. Прочитайте. Вы его прочитали даже. Я это слышала. Да. Я веду вопрос о том, какие возможности у людей в городах и какие возможности у людей из деревни Мунисеевка. Точно такие же. Оборудование, поверьте, по всей республике одинаковое. Слушайте, в Минске, когда ни при чем фирмы-производители. По штатным нормативам вам положено на октябрь и октябрьский район об этих нормативах и есть... Две бригады. Две бригады, да. Две бригады нам нормативам положено. А то, что людям этого не хватает, это ну как бы... Хватает. Просроченных вызовов нет. Это единственный показатель, чем я могу оперировать. Я вам скажу, я в деревне буду с латахи. Вот когда мы пытаемся самостоятельно вызвать скорую, вы знаете, что она к нам не едет? Нас отправляют сначала на ФАП и говорят, вот когда ваша Тамара Ивановна подтвердит, что случай скорой, тогда приезжают. Поводы вызова скорой помощи отличаются. И если пришают к вызову диспетчер скорой помощи, если повод к вызову может быть переадресован на ФАП, он переадресовывается. Он не переадресовывается на ФАП, он говорит, чтобы ФАП пришел и вызвал скорой. Беспредметный разговор. Вы со мной спорите, не зная факта. Вот и все, что я могу сказать. Хорошей вам жизни в городе. Все, Оля, не будь грубо с начальниками. Почему? Значит, итог. Оля, ты хотела получить что? Чтобы нас обслуживали как в городе? А как это в городе? Как это в городе? Я хотела, чтобы наши октябричане не отличались от жителей Минска, Гомеля или Венели возможности. Потому что, например, конечно, тут некому объяснить, как бы, тетям с начесами, да, о том, что, например, когда ты живешь в городе, ты собрался, сел на троллейбус, доехал до больницы и сделал то, что тебе надо. Когда ты живешь в деревне Красное Слободанске, ты работаешь в колхозе за 300-400 рублей, чтобы тебе проверить своего ребенка, тебе нужно купить билет в Гомель на двоих в одну сторону 20 рублей, вернуться 20 рублей, провести день в городе, найти транспорт, который доведет тебя до станции в Октябрьском, например, да, и наши люди не могут лечиться, а в этих их более оснащенных больницах они не могут туда доехать физически. И вот мама говорила, что ей надо каждые полгода проверять ребенка, но она не может себе этого позволить, поэтому ездит не может, в лучшем случае раз в год. Вот, а чиновники могут себе это позволить? У чиновников отдельные поликлиники, у нашего райисполкома много всяких автомобилей, которые не зависят от численности райисполкома от численности населения. У нас есть нормативы, по здравоохранениям, которые не разрешают нам иметь больше, чем две бригады скорой помощи. Есть ли такие нормативы для райисполкома, которые позволяют иметь по 3-5 машин? Кстати, да, Коля Лукашенко знает ли о таких проблемах в деревне? Александр Лукашенко испытывает ли трудность с вызовом скорой помощи? Как думаете? Александр Григорьевич, напишите в комментариях к этому видео, а мы уже пойдем переваривать сегодняшнее событие. Спасибо, что поддерживаете. Кстати, интересный случай тот, что фельдшеры с полночи имеют вопросы, претензии, просят нас не бросать это дело, но когда вступает в роли высокий чиновничий голос, то все сразу начинают завершаться с тем, что все прекрасно. Вот. То есть воля пропадает. Воля пропадает у тех, которые хотят, чтобы им помогли. Хорошо, значит, хорошо. Хорошо, всего хватает, лекарства хватает, медицинских работников хватает. Вроде бы, действительно, а что жаловаться? Все, эта тема закрыта, больше мы не будем этим заниматься, наверное, да? Люди довольны, пожалуйста. этот наш усатый дядя, который не захотел назвать своими второй раз, он сказал, что он прошел по отделениям. Мне интересно, зашел ли он в детское отделение, ведет ли он нашу игровую, которая стала летней веральной. Этот вопрос, конечно, не дали задать. Вообще, интересный момент, как развиваются наши чиновники при приезде в Октябрьский. В этот раз прислали, я даже не запомнила, какая у него была должность, но прислали не того, кто несет ответственность, прислали тот, кто горлачен. Тот, который может себе позволить взять и заткнуть просто, ему не стыдно. Короче. Вот он и хотел слушать, у него работа. Пора кушать. Ну, не надо так. Тварь области. Тварь области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова